Казалось бы, раз россиянам на полгода отодвинули выход на заслуженный отдых, у работников пенсионного фонда в первой половине 2019 года было неимоверно много свободного времени. Но получилось все с точностью, да наоборот. Времени не только не прибавилось, его катастрофически не хватает. Дело в том, что остались досрочники, которые списочники, список первый, второй. У них не изменился пенсионный возраст. Добавилась работа в плане получателей, кто хочет получать накопительную пенсию, единомременную выплату из средств пенсионных накоплений. У них увеличение возраста тоже не произошло. Добавились новые категории при выходе досрочно на пенсию. Это, например, за длительный стаж работы 37-42 года. Они выходят досрочно на пенсию ранее 2 лет, ранее достижение общеустановленного возраста на 2 года, но не ранее 55-60 лет. Это предусмотрен досрочный выход на пенсию женщинам, которые родили 3 или 4 детей и воспитали их до 8-летнего возраста. На этом нововведения пенсионной реформы не заканчиваются. С января 2019 года появилось новое понятие «предпенсионер». Данный статус можно оформить через клиентскую службу управления пенсионного фонда, а можно обратиться через личный кабинет на сайте. Предпенсионный возраст – это период в течение 5 лет до даты выхода на пенсию по старости, в том числе и до выхода на досрочную пенсию. Звание предпенсионера предусматривает льготы сразу по нескольким направлениям. По трудовому законодательству у нас люди получили право, если они являются предпенсионерами, на 2 дня на диспансеризацию, которая будет оплачена. По налоговому законодательству, то есть у нас пенсионеры не оплачивают налоги. Если говорить простым языком, то есть если они предоставляют налоговую справочку, что они являются предпенсионерами, то есть так же, как пенсионеры, они у нас теперь не оплачивают налоги. По законодательству занятости у предпенсионеров, если они ищут работу, у них выплачиваются пособия повышенные, кто стоит в центре занятости. Выдавая справку, сотрудники пенсионного фонда не только знакомят предпенсионера с обретенными преференциями, но и предлагают заблаговременно принести документы для оформления будущей пенсии. Кстати, число онлайновых обращений год от года растет. К примеру, Пенсионное бюро ВСМПО передает данные трудовых книжек на будущих пенсионеров только посредством электронной связи. Мы клиентов не видим в лицо, работаем, если это необходимо, по телефону с ними, потому что мы проводим оценку документов, в частности, трудовой книжки, как основного документа, подтверждающего трудовую деятельность. И очень много возникает спорных вопросов, когда приходится делать запросы в разные организации, не только нашего города и других регионах, в том числе и за границу, ближние или дальние, в зависимости от того, когда случай был такой, да, рабочей деятельности у заявителя. Поэтому не всегда мы можем оценить, в каком городе лучше найти документ, поэтому созваниваемся по телефону и он нам, значит, будущий заявитель подсказывает. Либо мы напрямую уже, если очень, допустим, вопрос такой, такого характера, что бывает, нельзя и найти документы, даже в архивах, и приходится данный период какой-то деятельности, из-за отсутствия, допустим, печати, по вине, конечно, не самого заявителя, да, а кадровика, который составлял эту трудовую книжку, запись вносил, приходится убирать из стажа. И человек вынужден будет в дальнейшем идти и через суд уже свои права отстаивать. То есть сложностей много. Бывает, можно шесть дел сделать в день, да, просмотрев все, проанализировав, сделав запросы и так далее. А бывает, с одним делом полдня сидишь и шесть. В переходный период реформы сотрудники пенсионного фонда вынуждены были задерживаться по вечерам, выходить на работу в выходные дни и при этом правильно реагировать на негатив, который вызывает реформа среди населения, сохранять самообладание и уверенность в том, что любой вопрос разрешим.